всем привет когда хозяйство то большое работы уйма что я сейчас делаю я пересаживала орхидею pink dream очень красивая орхидейка мелкоцветковая но цветет она божественного у нее на цветоносики всегда вот такие разветвленные букетики где много много цветов орхидея с деткой вот у нее при стволовая детка почему пересадила она сейчас покажу вам сидела вот в таком горшке маленьком закрытая система стекло кайфовала от этого но корней сейчас грунте было мало при этом много воздушных корней было на поверхности и я решила добавить новый ярус корней верхних и увеличить объем посадочки тоже взяла закрытую систему посадки для нее заправила все грунтовые корни воздушные корни собрала и заправила вот так вот в горшочек стекло но повторила по типу посадку только больше объем для нового уровня корневой системы и в закрытую емкость без дренажных отверстий и тоже стекло стоит она у меня в результате того что она маленькая нам не стояла на маленьком стеллаже где между полками 45 сантиметров сейчас эту барышню мне придется конечно в результате того что подняла над поверхностью придется ее на высокий стеллаж ставить никуда не деться вызревает сейчас два цветоноса на материнской орхидея один цветонос вот почечка она она делится на 2 и сама детка дала цветоносик так как идет питание от корней матушки детки хватает питание матушки тоже но а сейчас уже и воздушные корни заработают что я буду делать смотрите после пересадки давайте покажу послойность два камня вниз морских камни всегда очень хорошо промываю несколько раз замачиваю воду оставляю на ночь все сливаю так повторяю цикл за дальше крупная кора вместе с камушками я положила потом я положила вулканическую лаву крупной фракции вон она лежит видно в перемешку тоже с крупными кусками коры вот она лава и кусочки коры фитюльком я простелила мох сюда чтобы он поднимал потом воду вверх вот так у меня все располагается ну и все потом я разместила орхидейку ничего сложного в принципе все как всегда и вот почему включила видеокамера чтобы показать что я сейчас буду делать после пересадки этой орхидеи вот только пересадила сразу буду поливать почему потому что ни одного протрескивания корня корни отлично вошли емкость вот это вот объем верхней большой корешочек хорошо разместились она замечательно присела то есть деформация протрескивание механическое повреждение корневой системы при пересадке допущено не было поэтому я сразу сейчас ее полью полью нет ненадолго так как у меня в посадку в объем это вот по поверхности сейчас вернее около стенок вы мог видите внутри там только крупная кора для того чтобы закрытой системе посадки не переувлажнить корневую систему мох у нас работает как компонент который постоянно прокачивает воду с нижнего уровня дальнейшем при поливе этой посадки ну а кора соприкасающийся самку сам хом она будет прекрасно увлажняться так у меня литр воды и первый полив этой орхидеи я сделаю у меня постоянно спрашивают про вот этот препарат фировит называется это питательный раствор высококонцентрированный аминохилата железо в составе есть и азота хила в хилатной форме железо все как надо он очень хорошо совмещается с эпином цирконом в полив и пином мы не поливаем листики орхидеи пином и только брызгаем уже много раз вам рассказывала повторять буду из раза в раз потому что зрителей канала подключается много новых и поэтому частенько повторяю и пин по листьям циркон можно и по листьям и по корням так как сейчас у меня будет первый полив циркон я буду брать как препарат антистресс и корне стимулятор так я сейчас на литр воды капнула пипеточкой три капельки циркона он идет в капельной дозировки увеличили увеличивать норму разведения нельзя потому что корневая он может быть это все-таки знать как фитогормон который может очень очень плохо отозваться на корнях если увеличить концентрацию рабочего раствора и вот как раз циркон хорошо применять вместе с ферравитом ферравит разводится полтора миллилитра на полтора литра воды и я сделаю сейчас мы откроем я все-таки сделаю капельную норму внесения давайте скажем на литр я возьму 10 капель раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все у нас готовенько не бойтесь вот именно ферравит хорошо заходит и с эпином и с цирконом пенится циркон всегда представляете всего лишь на литр воды три капельки чуть-чуть очки он очень концентрированный когда вы добавляется циркон в воду вы прям видите как начинается такие видимые расплывы распространяться по поверхности при добавлении именно циркона капелек и пересаженную орхидею закрытую систему я просто поливаю заполнением горшочка так воздушных корней там пошло не сильно-то много есть и грунтовые корни внутренние вот я погрузила горшочек вот по этот уровень почему выше не стала наливать там стволик орхидеи достаточно низко сидит поэтому я не хочу его замочить ну минут на десять оставлю крупная кора которая находится в объеме посадки она не успеет за 10 минут взять воду увлажнится только мох который располагается у стенок горшочкой и увлажняться корешочки вот так я не допущу замокание воздушных корней в посадке у этой орхидеи всего 10 минут прошло фиксируем грунт постоянно мне спрашивают господи как же вы выливаете воду из этих закрытых систем элементарно обнимаем посадку переворачиваем горшок держим грунт и выливаем легким движением руки орхидея полита выливаем все второй полив второй полив будет проходить тогда когда я увижу что к этому готов мог что он подсохнет что к этому готовы будут в корни вот посмотрите воздушные корни они совершенно не увлажнились тем более не переувлажнились оттенок корней видите какой они как были посеребренные так ими остались то есть вот 10 минут замачивание после пересадки этой орхидеи ну будет немного нормально пойдет и сейчас я вам покажу еще кое-что я что я сейчас буду делать девчонки не хватайтесь за сердце не ругайте меня не журите меня посмотрите что у меня для вас есть сейчас вы скажете боже мой ирина что за гусятки вот и гусятки посмотрите что делают малышатки гусятки помните я вам рассказывала после отсоединения вот этой вот вот беды с материнских растений вот это у меня манхэттен красавец орхидея быстро после пересадки вот эта малявка отсоединенная она очень быстро выдала цветонос сама не развивается это естественно сейчас развитие этой орхидеи не идет почему потому что вся энергия корней идет на цветение хочется спросить что делаешь я вам рассказывала да когда появился маленький цветоносик вот в этом уровне пока он например где-то пол сантиметра вот так вот его отрезать нельзя может начаться гниение стволика поэтому можно отпустить цветоносик подрасти до какого-то размера а потом его отрезать чтобы остался ну хотя бы хвостик сантиметра три-четыре я как всегда ворона еще то они у меня стоят в глубине я подойду им воды подолью и забыла удалить цветок он уже начал распускаться вот такой вот усач не переживайте смотрите какая красота я его вот так вот приоткрываю показываю вам не буду я ждать когда он его распустит я сейчас освобожу орхидею эту маленькую от нагрузки цветоноса и поэтому вот как раз оставляя где-то так сейчас скажу сантиметра четыре я отрезаю цветоносик с этой орхидеи ой девчонки наверное сердце у вас там защемило у меня тоже ничего не поделаешь а вот это айвари пёрл вот она красавица почему отсоединила с одним листом с одним листом это орхидея находилась на цветоносе материнской орхидеи где-то после появления ну месяцев семь росли только одни корни она не росла вообще вот как дала один лист все одни корни прибавлялись она кстати всегда так растет именно детки это уже вторая детка на этой орхидей ки по корням у нее без вопросов длинные корни мне пришлось вмотать в посадку и вот так разместить выращивает корни все нормально у нее происходит и вот сейчас опять энергия корней идет на цветение вот нафига но мне надо это цветение спросила я у нее спросила и убрала цветонос делаем то же самое вот так можно поставить в рюмочку они откроются это точно а сейчас мы с вами пойдем на стеллажики и я вам покажу ее их матушек и вот как раз орхидеи манхэттен с красивыми пестрыми листьями вот такая эта особенность кружевных листиков орхидеи узорчатых и орхидеи айвер и перл листочку ответил он аж бедненький пожелтел сил у него не хватает на то чтобы взращивать цветонос что я могу сказать тут можно было кстати уже недели три назад отсечь но вот как всегда до россии немного не совсем все успеваешь вовремя сделать ничего страшного всему свое время вот так у меня кстати манхэттен растет вот видите я когда отсоединяла эту орхидею я не знала что у меня получится один корешок был вот такой вот такой один почему сняла потому что матушка скинула свой цветонос на котором была эта детка ну все мне ничего не оставалось это снять детку с этим одним маленьким корнем это не тот период когда я отсоединяю деток совсем я жду хотя бы три корня 5-7 сантиметров потом снимаю но ничего ничего посмотрите как она приросла корнями обалдеть умница моя вот накрутила накрутила в нижнем уровне деление корня дала сейчас я хочу немножечко увлажнить она вроде стоит на циафлоре но там между нами двух горшков пространства и корням не достает воды поэтому я поливаю ее так чтобы корешочки погрузились в воду а вот так все сейчас грунт напьется корешочки напьются и к вечеру уже вода в нижний уровень спустится и все опасность перевлажнения нижних корней будет полностью отсутствовать когда орхидеи много что называется как бы все успеть но ничего успеваем почти потихонечку и пойдемте я вам покажу как цветут матушки этих деток вот она манхэттен цветонос на материнской орхидеи вот он первая партия бутонов было всего лишь 4 она их распустила сейчас доращивает свой цветонос красивая орхидея очень вот такая красавица и пойдемте я вам покажу орхидею айвори перл ну вот она красота айвори перл красивая орхидея кстати в зимнем цветении она бывает намного ярче у нее более крупные краб слитый бывает центр бывает очень ярко окрашен около колонки ну красиво цветет хороший классный цветонос она дала вот как только я ее пересаживаю эту орхидею она обязательно начинает не детку давать как бы такой орхидея видно видимо испытывает как я скажу положительный стресс который стимулирует растения на появление детки два раза пересаживалась и два раза одна и та же картина выхода из пересадки появление детки вот такая любит доращивать кончик цветоноса но это вот все бутоны которые были сформированы на цветоносе вот еще впереди открытие трех бутончиков она очень красиво знаете чем она бывает цветет множеством цветоносов вот тогда да тогда любоваться есть чем посмотрите какой у нее центр практически как черный кратер вулкана орхидейка бесподобная она нарядная она стабильная она предсказуемая она очень послушная всегда прекрасно укореняется после пересадки все детки снятые с нее вот сегодня одну я вам показала 2 уже вторую детку я подарила женщине с которой мы живем в одном городе у нее тоже она хорошо растет ну то есть вот так вот такая история двух маленьких орхидей и их детушек на сим откланяюсь хочу вам пожелать всего доброго здоровья благополучия вот такое мне получилось собирательное информационное видео с показом интересных случаев всем пока пока до новых встреч думаю моя пингел красавица прекрасно укоренится в новой посадке а место среза цветоносика обязательно нужно обработать каким-нибудь д средством чтобы туда не попала никакая бяка потому что все-таки неокрепшие растения маленькие с нестабильной иммунной системой ну как детки как любые детки поэтому мы всегда их оберегаем охраняем вот такая красота красота